Ну что ж, поехали. Честно, очень редкое событие, когда в такой весовой бойцовском опытный, ну, если не в бойцовском смысле, то в жизни точно в смысле боец. 38 лет — это в боевстве салона. Но если не по того, то очень близко. Поэтому вот даже только с этой точки зрения интересный бой. Так же и сейчас посмотрим. Профессионалы, бойцы, можно сказать, начинающие. Не боем за плечами. Браво, право! Ну, а сколько боев? В любительской карьере — это мы не знаем. Наренько опыт достаточно. Ну, это все! Сейчас парка делай, посоли сверху! Прижимай! Он не знает, что делать! Прижимай! Поджимай, поджимай сейчас немножко своего оппонента. Не прыгай на него! Не прыгай на него! Не прыгай! Кидает джеб и как-то иникает. Там право прямой. Такое ощущение, что ожидает, соответственно, для ударной встречи Леонид Малоземов. «Право прямой суд!» «Право прямой суд!» «Дороги вниз и дай вправо!» В раздвиненных стойках сейчас стоят спортсмены. Стойки ли в шестье остается Леонид. Чем второе «Тереть!» «Право прямой суд!" «Право прямой суд!» «Тереть!» «Право прямой суд!» Подсобрал Леонид пальцы. «Право прямой суд!» С точки зрения защиты, они бывают так более эффективны. Некоторые выделывают руками вливы, а для этого руки сжатые в кулак не очень эффективны. Еще немножко был тик со стороны Мамурова-Аврора. Также к нам, он был со стороны Леонид Альцин. Он вернулся, кстати. Чуть-чуть с опозданием такое ощущение, что встречают Луки к Леониду. Буквально чуть раньше, если бы он сортовал, попадал бы в нашу встречу. А вот сейчас попал. Вот сейчас здорово попал. И положить вот так вот с рук, это, конечно, как дорогого стоит. Это обязательно отразится в судейских записках. Люди мне сейчас попытки делать какие-то триггеры. В принципе, для рычага Локера еще есть. Так, забирает спину Леонид. Но интересно, что он со спины бьет. Мало того, что он разменил позицию ударов, сейчас они в белом языке. Он местно, который контролирует позицию, именно что занялся ударами. Есть у него ощущение, что ударами он наносит достаточных участковых ущерб. Поэтому ставят ставку у Кочевины именно на это. Не пережил идти в атаке. Он сюда снова пропускает. Кидается. Есть такой человек, который кидается немного. Было несколько поточнее в первой половине этого раунда. А сейчас некоторый кураж есть у Леонида. Что не мешает, впрочем, ошибаться им обоим. Будет ли перевод? В принципе, он близко. Ага, здорово. Вот смотрите. Абон сейчас попробовал зацепить из этого зацепа. Подхватом перевел, соответственно, бой в партер Леонид Малозер. Очень здорово. Это действительно интересный такой вариант. И в некоторых залах это именно дорабатывается как связка. Болу вытащи, болу вытащи. Есть попытка проведения удушающего приема. Закрывает треугольник. И 20 секунд до конца, в принципе, может успеть провести прием. Мы видим, что Леонид сейчас убирает одну из рук. Тем самым мешая проведению приема. То есть ему есть чем дышать. И видите, треугольник уже распущен. Нет, здесь треугольника, скорее всего, не будет. Стоп! Время раунда! Молодцы! Пара ударов было после Бунга. Но ничего критичного. Хаммерфисты снизу. Это, да, существенный удар. Ага. Так, мы видим, кстати, разбит нос у спортсмена из красного угла. Мы видим, как Катнен работает с носом бойца из красного угла. А вот Леонида Малоземова как будто просто протирает полотенцем и особенно лучше не разговаривает. Интересно, не пытаются особенно работать с его дыханием и еще чем-то. Вот сейчас в конце немножко буквально-то сделали. Возможно, возможно, он не так устал. Подни лоу, больше нет у него ничего. Больше, может быть, какие-то ментальные установки ему сейчас пригодятся. Так это или нет, давайте смотреть. Второй раунд. Готов, готов. Бой! Второй раунд. Второй раунд. В принципе, уже каждый успел огрызнуться первым. Примерно мы представляем, какая картина хвыденько может сложиться. Примерно понимаем арсенал технических действий, которые, по крайней мере, любят применять эти спортсмены логичным для представителя красного угла. Ну, конечно, холомство говорит красного угла в другой клетке. Но все-таки есть такое значение. Это называется именно у представителя этого самого красного угла. Мамурова-Аброра. Есть некоторое преимущество работы на дистанциях. Она, соответственно, дальней. Расстреливая. И прямые удары. При сближении же более эффективным в большинстве случаев оказывается Леонид Владимирович. Его работа более серийная. Работают на такие связки боковые апперкуты. Боковые апперкуты туда же вверхенды. И можно обычно делать на средней и ближней дистанциях. Сейчас на сближение попадает Леонид. И вот обратите внимание, возможно, так делал и раньше, я не обращал внимания, но сейчас начали смещаться в сторону при атаках Мамурова. На один удар Абуро он ответил тремя своими. Видимо, готов он выкидывать большое количество ударов и уносливости в нем. В этом бою все хорошо. Устало просто давить, подвечу. В принципе, дает нам возможность линейка. Подумайте об отвлеченном спортсменке. Так вот яркое, в общем-то, начало, каким был первый раунд. Сейчас немножко заморозился. И в этом втором раунде большое количество действий мы не видим. В принципе, логично. Мамуров взял паузу, да там смогу подобрать ключи для того, чтобы пристреляться. Как сейчас, например, второй раз в центре, по крайней мере, вот у нас будет вот так вот. И третий подряд его кидает. Не так удачно. А Леонид, в общем-то, достаточный кризис. И внутри сейчас перелом. Так, занял позицию за спину. Продуман, наконец, зафиксировался. Взял... Да, слушайте, а вот сейчас, что треугольник может получиться. Красную гуну на место сели. Работаем. Да, ну вместо этого вот сейчас садится маунт. И, в принципе, что здесь логично? Логично практически все. И побить, и также попробовать размягчить корпус. И после этого попробовать сделать треугольник, намеченный треугольник руками. Видите, что очень откровенно, конечно, пытается сделать этот треугольник, Леонид Малоземов. Ну, может быть, он просто хорошо этот треугольник знает и умеет. А нет, смотрите, это совсем другое. В этот момент он просто давит плечом, выжимая горло своего оппонента. Здравствуйте, внимательно. Давайте я чувствую. И взбивает его дыхание. Собственно, он в этот момент прихватывает. И, как мне кажется, губа не очень сильно... Ну, как-то в этот момент создавали... Активная защита! Вот это тоже серьезно. Вот это тоже серьезно включился сейчас, что называется, по-моему, Леонид Малоземов. Он здесь уселся, плотно зажал коленями. Идет серия добивающих действий. И если они будут оставаться не то, чтобы закрыты, если не будет активной защиты, то вполне себе рефери имеет право этот бой остановить. И еще и технический нокаут. В пользу Леонид Малоземов. Время. Время. Вот очень интересный момент. Потому что по-хорошему могло быть и то, и другое. Если бы сейчас, например, рефери основил поединок, никто бы возражать не стал. Здаров пропущенных было много. И... Ты что, ветер, а уж, вот это было уже осталось. Но при этом мы видим, достаточно легко Мамуров встал. Встал и подбежал свой угол. С такой некоторой... Ну, эмоциональное, что ли, эмоциональное выражение в лица. Недоволен он, видимо, своим результатом. И, в принципе, его легко понять. Потому что, скорее всего, второй раунд он проигрывает. По крайней мере, наверняка в судейских записках именно так. В конце концовки очень хорошо забирают Леонид. Может быть, он чуть более сконцентрирован. Может быть, просто за счет того, что он старше, ему чуть проще себя контролировать. Не знаю, не могу сказать. Мы можем только рассуждать, как оно есть на самом деле. Мы не знаем. Серпись, док. Мы можем наслаждаться этим поединком и третьим его раундом, который у нас начнется. Подсказывает, что не надо одиночные кидать Мамуру Аброру. Быстро как-то раскидывать все это, куда-то надо. Создавать угрозу, по крайней мере, передней рукой. Как сейчас этим джебом. Ну и плюс тяжело работать серийно, когда человек на каждое твое действие так же отвечает серийно. Это все-таки значит заходить в другую руку. А это довольно опасно, особенно для тех спортсменов, которые в длинные руки, которые привыкли работать на дистанции. Мне кажется, что Аброр именно из тех, которые в ближайшие дистанции, за счет того, что длинных рук. Чуть-чуть меня удивляет, что Леонид идет влево, то есть на ударную руку своего оппонента. Большинство действий дает возможность соответственно по себе с дальней руки попадать. Логичнее было бы, ну, в общем-то, практически любой в актерской школе вам скажут, двигаться вправо, то есть, соответственно, в сторону более слабой руки оппонента. Четко заряжен на контратаку, конечно, Леонид Малоземов, это видно. Выжидает своего момента, когда он поймает на контратаке или, возможно, как и в прошлом раунде, получится сблизиться. Практически минуту получалось постоянно расстреливать у Мамурова опора с дальней руки. Вот сейчас, да, осталось еще хорошее попадание после некоторых лауг. И вот сейчас уже попадание от Леонида. Хорошо, вот так, передняя работа постоянно. Тихо. Ну, кстати, по-хорошему дому сейчас выводит безработный корпус голова обруру. Ну, очень откровенно заряжен он на дальнюю руку. Вот, работает более-менее понятно. С другой стороны, получается. То есть, по-хорошему, он сейчас набирает баллы. Набирает все действия, это бесказано. Нет, это не свое преимущество, по крайней мере, в этом раунде. И этого преимущества у него уже на 3 минуты. Сорпус, покажи, покажи скорпус. Интересным моментом является то, что говорят секундарты, обычно слышат оба спортсмена. И когда спортсмен буквально повторяет советуют секундарты, к этому оказывается готовный пропаганин. Возьмин, который больше заряжен на контрудар, и в моменты, когда его атакуют, он старается бить сам. Кто-то тоже один из таких вариантов защиты. Да, он пока пробugsкает. Но мне кажется, что есть в нем запасе, которые уже в парады выигранных прохлады. сейчас уже Леонид идет вперед учитывать, видимо, и этот и вот выпадание, такая бойка боковой сжимается, 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 сжимается оппоненток сетки будет ли идти в борьбу или заряжается именно на удар вот вопрос одна из оценок всегда дается на давление и это давление сейчас оказывает Леонид и получается у него перевод плюс он забирает концовку, это тоже хорошо помогают все судьи, они оценят именно вот эти концовки и если даже этот раунд Леонид проиграл по моим ощущениям, все-таки целиком введет он на это выиграл чуть не отдал сейчас концовке, короче, окловке какой-то уже интересный эпизод так, конечно, отдавать руку не стоит, особенно в концовке встречи но... но-но-но принимаем этот бой уже таким, какой он сложился осталось только посмотреть, что в судейских записках сейчас главный судья собирает судейские записки и каждый судья их отдает собирается такая общая смета если можно так сказать уйдет общий подчет и передаются записки маэстро Загорскому самому известному реконодцеру России который сейчас и объявит имя победителя да, результат уже есть Александр Загорский уходит в клетку ну что ж, слушаем вердикт по завершении трех раундов боя мы имеем раздельное решение судей интересно итак победу одержал Леонид Молосова бойцовский клуб Сталь ну что ж, наше поздравление и честные, искренние комплименты за то, что в таком почтенном, уважаемом возрасте находит Леонид мотивацию для себя и некоторые причины для того, чтобы выступать и делает это, как мы видим сейчас, успешно если это будет корона его карьера да, то есть, возможный последний бой это красивая корона